В этом году мы создали такие междисциплинарные консорциумы. Мы выбрали 5 направлений стратегического развития Казанского университета, потому что нельзя во всех направлениях развиваться одинаково. Нужно выбрать направление, где нужно развиваться наиболее сильно, где мы хотим стать лидерами в мире. Потому что только делая прорывные вещи в довольно узких направлениях, можно вырваться вперед, потому что мы не можем всем фронтом двигаться. У нас нет ни средств, ни возможностей, ни времени нет. Поэтому в этом году мы сокусировались на четырех направлениях и создали четыре консорциума. Эти консорциумы — это принципиальные изменения. Эти изменения, вероятнее всего, приведут к изменениям, трансформациям университета в будущем. Потому что междисциплинарность — это главное требование сегодняшнего дня. Сегодня можно найти какие-то новые открытия, создать технологии, если только математики объединяться с медиками, с физиками, химиками, с геологами, биологами, экологами и так далее. Так вот, первое направление, мы называем их стратегические академические единицы, эти консорции — это медицина и фармацевтика. Я не буду называть названия, просто буду называть, в каком направлении эти консорции мы созданы. Второе — это нефть. Третье — это космические исследования и приложения космических исследований. И четвертое — это образование, мы называем, условно, учитель XXI века. Вот четыре такие группы консорциумов, в которые вовлечен практически весь университет. А это как-то оформлено организационно? Да, естественно, конечно, оформлено. Потому что, во-первых, существует приказ, которым обозначено, кто руководитель и какие факультеты, какие подразделения факультетов в это входят. Потому что раньше мы тоже были междисциплинарным университетом, потому что слово «университет» — это универсальное направление, все направления охвачены. И все эти направления, казалось бы, внутри университета должны взаимодействовать, друг к другу разговаривать все время. Но оказалось, что это не совсем так. То есть иногда, например, люди, которые работают на соседних факультетах, вообще могут не знать, чем один и другой занимается. Хотя они занимаются, может быть, совсем близкими вещами, которые, если бы объединить, они получили бы колоссальный синергетический эффект. Это происходит. Это сегодня происходит сплошь и рядом. Ну, за рубежом, например, эта система по-другому построена. Например, если заходить на сайт зарубежного хорошего университета, то он, как говорится, там восьмимерный или десятимерный сайт. То есть вы на одного и того же человека, как ученый, можете попасть, скажем, с этой стороны, с этой стороны, с той стороны. То есть он участвует в разных консорциумах. Есть факультеты, а есть еще консорциумы, которые тоже вот в этом восьмимерном пространстве, сайте университета, происходит такая коллаборация. И, например, вы своего знакомого ученого можете найти из разных мест. Нужно зайти из физики, зайти из химии, зайти из, я уж условно говорю, из каких-то проблем, из технологий. Дело в том, что вот эти четыре направления, четыре стратегические единицы, мы их выбрали, исходя из глобальных вызовов. То есть есть некие глобальные вызовы. То есть природа, общество имеют какие-то проблемы. Это не случайно, потому что мы в космос, сегодня, все говорят, освоение Луны, Марса, сегодня тысячи спутников летают над Землей. И нужно использовать все это, во-первых, для освоения внешнего космоса от Земли, и ближнего космоса, и использование этих данных для эффективного освоения Земли. Тоже освоение Земли продолжается, как бы, да? И вот, естественно, конечно, например, мы сегодня нуждаемся все больше и больше в энергии. То есть с одной стороны, да, нам нужно больше производить нефти. С другой стороны, сжигая органическое топливо, мы увеличиваем содержание углекислого газа, значит, других парниковых газов, приводим к изменению климата. Все такие прогностические модели, они достаточно драматичные такие. И, знаете, вот если, скажем, мы продолжим сжигать там газ, там добывать в таком же объеме, да, нефть, сжигать уголь, то все очень выглядит не очень хорошо, скажем, 30-50-го года. Мы можем увеличить температуру, там, среднюю температуру планеты на 1-2 градуса, а это, в общем-то, катастрофическое явление может привести, в принципе, да. И, с другой стороны, конечно, существует, скажем, в медицине, да, вот существует необходимость, там, вот люди говорят, надо жить дольше, чтобы продлить не просто, скажем, дольше жил человек, а чтобы он в здоровом состоянии доживал еще, да. То есть, старость была здоровая, не то, что, скажем, просто дожил там человек, там, и умер, там, до 130-150 лет. Ну, то есть, есть масса проблем, которые, значит, с другой стороны, это человеку нужна пища хорошая, да, нужен воздух. То есть, вот все эти проблемы, это вот медико-фармацевтическое направление связывает, да. Проблемы, связанные с энергией, с новыми материалами, которые делаем из нефти, из углеводородов природных, да, это вот нефтяное направление. Все космические проблемы и внешнего космоса, и дальнего космоса, ближнего космоса, и самой Земли, это вот космическое направление. И учитель, конечно. Конечно, сегодня образование принципиально меняется, потому что сегодня изменилось отношение к информации, доступность информации, другая стала, да, представление информации. Сегодня маленькие дети еще не умеют ни разговаривать, ничего, а уже айпадом пользуются, спокойно, сказать, и добывают информацию из, значит, интернета. И мы тоже знаем, что прежде чем что-то сказали, сразу лезешь в интернет, посмотреть, что это такое, да, то есть, это совсем другая вещь. И, конечно, сегодня мы, может быть, даже до конца не понимаем, каким принципиальным изменением в усвоении информации и вообще в образовании, потому что образование не просто усвоение информации, да, это еще шире. Это приведет, и мы должны все это использовать. То есть, это некие глобальные вызовы. И почему мы их выбрали? Потому что эти проблемы, они вечные. И если в этом направлении развиваться, так сказать, мы идем в правильное направление. Мы решая какие-то большие глобальные проблемы, мы идем в правильное направление. Мы не можем ошибиться. Если мы берем какое-то узкое направление, говорим, что давайте создадим там чего-то, лекарство какое-то, или там, вот давайте создадим там штангу для насоса, там, для нефтяной промышленности, да, это как бы направление, может быть, насоса не будет вообще, скажем, да, может, мы как бы предлагаем. То есть, вот в чем состоит, значит, первый шаг вот этого создания вот этих вот консорциумов, да. И второе, эти консорции, они совершенно бездисциплинарные. И там разные факультеты, разные лаборатории, разные кафедры объединены под одну цель, под решение какой-то конкретной совершенной задачи. И спектр этих задач, он тоже согласовывался с теми мировыми тенденциями, которые сегодня есть в науке, в технологиях, значит, промышленности, в индустрии. И поэтому в каждом направлении, в каждой стратегической академической единице созданы лаборатории, или открытые лаборатории, мы называем open lab, или просто лаборатории, в которых ведется разработка уже конкретных вопросов. И под решение конкретных вопросов мы приглашаем ученых из-за рубежа, из России, набираем молодых людей, объявляем конкурсы. И все это финансируется. Финансируется это из двух источников. Во-первых, это государство финансирует, это по программе 5100, по программе повышения конкретно способности российских вузов. И второе, это софинансирование. Софинансирование – это бизнес. Примерно 50 на 50, и даже вот в этом году мы немножко превышаем. То есть, мы процентов 40 государств финансируем, процентов 60 финансируем сами, добываем эти средства уже от бизнеса, от грантов, от различных проектов, государственных, корпоративных проектов и так далее. Вот общая такая картина. Знаете, вот я вам скажу, то время, когда еще не было САЕ. Вот десятый год, десятый год, значит, только образовался федеральный университет, вот, значит, Ишат Рафхадз пришел ректором, да, и первое, значит, в этом году буквально был объявлен грант, 218 проекта, как мы их называем. Это вот очень умная такая вещь, когда государство говорит, компания, вы давайте работать с университетами. Они говорят, ну, нам это неинтересно, нам нужен вот конечный продукт. А университеты, они делают там, отчет напишут там, не-не, давайте тогда так, давайте так. Мы даем университетам 100 рублей, а вы 100 рублей у себя вкладываете в этот же проект, да, и вот вы делаете вместе и создаете продукт готовый. Компания говорит, ну, это интересно, потому что государство дает университетам 100 рублей, а компании сами у себя вкладывают, никому деньги не дают, а занимаются тем, что им нужно, как бы, да, и плюс еще государство еще дает, то есть государство развивает компании, развивая университет. Очень хороший проект, и мы подали несколько проектов, 218 вот этот проект, и мы выиграли. Причем мы сразу пошли по пути привлечения физиков, химиков, математиков. У нас был такой междисциплинарный проект с сервисной компанией ТНГ Групп, в рамках которого мы создавали технологии, методики, новые методики разведки, контроля за разработкой месторожений нефти и газа. Мы этот проект выиграли, и мы научились работать вместе. Физики, химики, математики, геологи. Вот мы создали некий такой консорциум и начали работать. Мы видели, что плоды-то есть, и получилось, что мы какие-то приборы сделали, какие-то технологии создали, которые компания начала применять реально. И, например, ТНГ Групп, мы создали несколько приборов, несколько технологий, имея которые ТНГ Групп сумела выиграть тендеры, которые, скажем, раньше мог выиграть только Шлюмберже, например, Шлюмберже, Халебартон, Бейкер-Хьюз, какие-то западные компании имели эти технологии, они выигрывали эти тендеры, а наши даже не участвовали. А сейчас они начали участвовать и выигрывать. То есть, движуха, как говорят, пошла, понимаете? То есть, компания поверила и поверила, и таких проектов сегодня мы уже реализовали 11 проектов, в принципе. Это нефтяные, по катализаторам. Да, вот мы создали новые катализаторы, которые сегодня уже Нижнекамп Нефтехим построил завод, и мы практически покрываем потребность в этих катализаторах такого гиганта, как Нижнекамп Нефтехим. То есть, произошло реальное импортозамещение. Ну, это слово тоже, знаете, такое, это вот последнее такое, ну, я не люблю такие слова импорт. Это хорошо, конечно, да. К этому-то ведут ведь. Ну, тогда еще такого слова как бы не было, но, в принципе, мы начали создавать какие-то реальные продукты, которые наша индустрия начала кушать, понимаете? Университет вдруг оказался способным что-то создавать. Это вот было здорово, это был такой, знаете, вот скачок. Потому что раньше, раньше ведь как было в Советском Союзе, да? Вот были университеты, были отраслевые институты и было промышленное производство, да? Университеты делали какую-то фундаментальную науку, там чего-то готовили специалистов, ученых, они консультировали эти вот, значит, институты отраслевые. А уже отраслевые институты, работая с компаниями, с промышленными предприятиями, делали какие-то технологии развивали, там внедряли какие-то, значит, западные технологии. Вот. А потом эти институты отраслевые исчезли. Они как бы, они растворились, они стали ненужны куда-то, они рассосались, их растащили. Фактически сегодня вот такой вакуум появился, и мы в этом вакууме вот между университетами и промышленным предприятием прошли десятки лет на самом деле. И вот теперь уже предприятия, они уже не верят, что университеты что-то могут сделать. И вот тут появился этот проект, и вот это был такой первый пример того, что междисциплинарность в университете может работать реально, и она может выдавать реальные плоды.